Пять. Нет. Один за другим с разницей в 30 секунд стартуют участники второго этапа спартакиады Росхимпрофсоюза. Две пятерки по жребию достались колейщику Семену Куну. В прошлые выходные он испытал свои силы в самой массовой лыжной гонке «Лыжня России», где приняло участие более полутора миллиона человек из 72 регионов страны. Это возможность проверить свои силы. Тут приезжают самые сильные соперники со всех предприятий Пермского края. Попробовать, попытаться войти в каких-то... Ближе приблизиться хотя бы к призерам. Сильные соперники. Ну да, здесь есть ребята, которые занимались сильно лыжами. Мы-то так. Это же здоровье, это знакомство. Приезжаешь в любое предприятие, на любое, и о, привет, привет. Откуда знаешь? С соревнований всех знаешь. Так что, как спрашивают, почему ты всех знаешь березняковцев? Я говорю, так я катаюсь на лыжах. Напомним, спартакиада Росхимпрофсоюза – традиционное спортивное состязание. В нем принимают участие коллективы предприятий химической отрасли региона. В этом году участвуют 10 команд. А зодчик Ильдар Сабиров – постоянный участник спартакиады Росхимпрофсоюза. На лыжах я с детства занимаюсь, где-то уже, не знаю, лет 20. Призовые места иногда, но бывает. А для нас это, не знаю, побывать в такой среде единомышленников, выступить, показать себя, посмотреть на других. Лыжи – это для нас стиль жизни. Этап лыжной гонки состоит из двух дисциплин – эстафета и личное первенство. От каждого предприятия представлена команда из 10 человек. Женщины бегут 3 километра, мужчины – 5. Предприятия, входящие в группу «Уралхим», поддерживают стремление сотрудников к занятиям спортом и создают для этого все условия. Работники участвуют в городских и краевых соревнованиях, семейно-спортивных мероприятиях. У нас на предприятии, ну, про азот, если сказать, да, по 19 видам спорта спартакиада проходит. «Уралхим» проводят уже между предприятиями химического отрасли по Пермскому краю, чтобы люди могли посоревноваться между своими коллегами, скажем так, на родственных предприятиях. Уралхим, азот, метафракс, там, пермские минеральные удобрения. Напомню, что в этом году спартакиада открылась волейбольным турниром. Он проходил в Березняках в доме спорта филиала «Азот». Второй этап уже принимает «Уралхим», который входит в группу «Уралхим». Предприятия группы к физкультуре и спорту стремятся привлечь максимальное количество участников и болельщиков. Компания «Уралкаль» активно поддерживает, развивает зимние виды спорта, и не только зимние виды спорта. И уже все работники предприятия, как «Уралкаль», так и «Азот» могут посещать секции. В завершении соревновательной части награждение. Команда Ильдара Сабирова и Семена Куна сегодня без медалей. Филиал «Азот» – шестое место. Соликамские колейщики – четвертое место. У их коллег из Березняков – третье. Быстрее всех оказались лыжники с филиала ПМУ. У них золото. Однако яркие эмоции переполняют всех участников. К тому же ситуация еще может измениться. Итоги всей спартакиады Росхимпрофсоюза будут подведены по факту проведения 11 спортивных дисциплин. Желаем всем участникам успехов и побед!